итак народ всем привет это видео для новичков по will to life которые бесплатно играют и не знают с кого бы начать во первых определимся с тем что вы хотите это вот просто рабаши винтовки снайперские автоматы и пистолеты пулемет вот если вы определились далее я вам расскажу кто как а теперь пве и пвп кстати далее пвп пвп старатель он в пвп ну такое себе если крафтить пули короче но это далеко будет а кстати а я уже сказал что это дробашина отдали о не особо ну в пвп в ближнем бою прямо на базах там если типа из укрытия стрелять то вообще нормально пвп охотник и как горится имба самый дальний там выстрел там и так далее то есть плюху из грома с топового оружия зарядить все боятся короче фракционники и все нож реально с грома две плюхи и любая фракционная броня просто ложится нафиг вот плюс у охотника еще в том что он видит мобов это относится к пве раз мы дальше пойдем вы я расскажу так наемник в пвп это прям вообще уже изи потому что быстро бегает прокаченный у него автоматы на дальний средний ближний вообще на любые дистанции особенно кто умеет обращаться с оружием тот это вот и инженер инженер в пвп при захвате на базах нужно всегда нужен в пати чтоб ставить резалку инж как нужен на пве так и на пвп нужен всегда инж прям но он качается быстрее конечно у него там перки есть на их спешку короче вот у него он ставит респ переносной или чилку переносной вот но он хиленький маленького него там хватает типа силенок там патронами блин вообще жестко качаться если стволы ппшки но мне он понравился кстати наемник такой себе средний короче он может выполнять вообще роли я не знаю то ли старателя короче таскает дофига бегает быстро особенно когда прокаченный вообще жесть бегать быстро далеко и носит тоже дофига с собой охотники прокаченный может вполне себе кабанов там мочить фармить короче но у охотника еще есть плюшка такая как это первым ком относится то есть вот по перкам есть до устаратели перки это на добычу из добычи ресурсов которые в шахте то есть он как шахтер получается охотник на добычу с мобов то есть у него перк на добычи с мобов есть наемники я не знаю на чё то ли на криты короче критический урон то ли на чё можем потом посмотреть попозже вот или перемотайте там посмотрите вот а у инженера у него перки на опыт то есть он быстрее прокачивается чтобы быть сильнее короче ух прям молодец вот что касается пве пве для старателя это просто я не знаю хомяк хомяком просто лупит всех плюс он самый выгодный потом в плане патронов потому что у него картечь патроны или кстати вообще не берите никогда и синие патроны в корове купить и все и бам-бам-бам просто разносить всех и вся плюс у него бронь к там тяжелая короче он защищен не намного медведей валит блеевунов короче всех вальт когда прокаченный тут тоже все могут валить конечно вот но такие дела так теперь пве охотник пве охотник он мобов видит просто на карте если надо обойдет если надо прям ему плюх удаст если надо дистанцию будет держать то есть все для этого сделано то есть у охотника на радаре светится наемник пве это просто так как же так и старатель таскать до хрена сказал да автоматы урон офигенный вот прокачаетесь там вообще долбить их будете сам главное кстати прокачка еще не забывайте вот прокачивать нужно только свое ветку оружия ну кстати если прокачать всю ветку твоего оружия то плюс здесь к урону будет и ствол если на 50 процентов плюс то уже урон у него увеличится гораздо лучше будет стрелять слов вот любой а и инженер в пве ну это короче что-то с чем-то потому что он во-первых хиленький во вторых а кстати у инжа и у охотники есть такие перки а использование как бы на ускорение лечебных свойств аптечек то есть это как и в пве так и в пвп поможет вот все зашибись чаще не рассказал еще не стал могу перки показать давайте перки покажу короче у старателя такие перки и чтобы уже все конкретно для тех кто уже как бы понял кого выбрать волком заходите забегайте те кто хочет конкретно показать сейчас я буду по порядку это дело рассказывать у меня это все это быстро работает так так давайте навыки пазы тут это рюкзак эта фигня это у всех дефолтная все одинаковое вот что у него здесь у него здесь максимально переносимый вес пусть у него перки на без он хомяк он должен много таскать урон дроби выкает обычно а вот еще живучесть у него здоровье плюс и толстокожий то есть у него еще меньше урона вы получите и плюс еще на количество добытых ресурсов то есть зашибись у него по дефолту плюс 5 к инвентарю и плюс 10 еще ячейк можно добавить то есть там дофига ну ножи пистолеты это обычное дело вот теперь погнали другим параметрам сейчас будет наемник раз будет наемник по наемнику сейчас все расскажу они сначала там охотнику пять минут блин учету безопаску не сделают как ухтена вот каждый раз на выходить короче то погнали охотник еще запилим я показываю с другого вообще сервера поэтому как-то так чтоб удобнее было как бы вот ну чё теперь погнали у нас охотник вот охотника какие перки да эти дефолтные общие навыки всегда одинаковые ну тут погнали урезанную взаг на минус 10 ячейк то есть сразу вы уже будете мало таскать потом нож урон на пистолеты но это обычное дело винтовки это по классике да то есть винтовка у него как считается короче оружие у чего вот потом чему дали еще минус пять процентов в навык изучен офигеть как так то есть ему усталость добавили на оборот они они не не ему усталости прибавить очень бегать пусть он не устает и плюс сопротивляемость ему сразу уже есть то есть уже охотник вам прям чуйка у него защита иммунитет вот плюс первая помощь это перк на здоровье на аптечке то есть он хиленький вот такой перк нужен вот то есть восстанавливать аптечки и вот самое главное это биолог то есть части мутантов которые нужно прокачивать и вы будете гораздо больше частей таких уникальных типа там плюшки сразу по несколько забирать там мясо до хрена типа сразу какие-то уникальные плюхи там короче вскрывать только охотником вот есть у него прокачан биолог 2 и вся патька вскрывает просто охотник вот дальше сейчас поговорим про такая 20 секундный перерыв я не знаю короче поговорим кто у нас там дальше наемник у наемника все по оружию прям вообще вот все у него ножи пистолеты автоматы у него есть гранаты даже у него перки по гранатам урон гранатами там есть сейчас я это все покажу быстро мы подключаемся вот наемник да лагере короче вот сейчас я покажу все это дело опа грузись так навыки короче смотрим вот погнали штурмовые винтовки точность вот гранаты пошли вот пистолеты у него сразу усталость по дефолту минус 10 то есть он устает гораздо меньше вообще всех ножек и еще что-то критический урон у него прокачивается то есть 10 тут 20 вот и плюс еще у него нет а еще ношение брони среднего класса то есть на десятом левеле мы можем сразу взять броню вот потом короче мы берем скорость обращения с оружием и то есть перезарядка будет гораздо быстрее вот даже на много процентов на 20 даже прикинь да то есть он будет перезаряжать гораздо больше и доставать ее вроде больше больше не сразу перезаряжать и достает быстрее вот как-то так а теперь последний кто остался это инженер какие же у него там науки есть у него есть пп у него есть ножик у него есть пистолеты короче вот еще есть у него мины и на у него есть посмотрим что еще есть аптечки есть и экспо раз кстати я покажу то письки инженер так смотрим короче навыки это общий как всегда так поехали уменьшенный рюкзак пппп точность потом сразу первая помощь это аптечки вот мины урона от мин короче он мины таскает только он больше никто пистолеты на это вы видите так и вот это самое интересное внимательный ученик вы получите больше опыта при использовании предметов то есть у него предметы такие как пистолеты и ппшки они прокачиваются гораздо быстрее вот и плюс у него еще повышенный опыт на перках то есть есть вот а тут мы вообще получим 20 плюс опыта использованы предметов то есть вообще пусть прям всех быстрее прокачивается ну как-то так вроде рассказал вроде все тем покедово ну Продолжение следует...